Девушки отдыхают 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 Я видела глаза Знаете, когда Видишь глаза родственников Потерявшихся людей Мне кажется Тут не возникает вопроса О том, чтобы Больше не участвовать Будешь все равно Приезжать снова и снова Помочь в поиске можно и не отходя от собственного дома. Например, расклеивая ориентировки. Люди считают, что от листовок проку немного. Что и говорить, бумажки. Спасатели уверены, чем больше людей знают о пропавшем, тем больше вероятность обнаружить его живым. Чтобы быть спасателем на практике, нужно в совершенстве знать теорию, уметь ориентироваться на местности, знать топографию, элементы школы выживания и медицину. Занятия проходят по вечерам. Сняв рабочую одежду, взрослые люди, как в детстве, садятся за парты и сдают экзамены. Сердце – это своеобразный мешок, состоящий из четырех камер, двух предсердей, двух желудочков. Сердце состоит из специальной сердечно-мышечной ткани. Ивановский отряд «Лиза Алерт» не только поисковый, но и спасательный. Поэтому прогуливать занятия по медицине нельзя. Впереди зачет и практика на станции скорой помощи. Пока теория. Практические навыки в рамках программы первой помощи – это реминационное вспоможение, это иммобилизация конечностей, это дисмургия, так называется наука о бинтовании, наложении повязок. Это противошоковые мероприятия. В субботу в 9 утра спасатели «Лиза Алерт» покоряют вертикальный предел. Чтобы подниматься на деревья или спускаться в коллекторы, нужны навыки промышленного альпинизма. В арсенале юриста Василия – карабины, тросы и защита. Он в отряде один из немногих. Кому не впервой – карабкаться по вертикали. Это был поиск Марины Шуваловой, учительницы. Там на территории поиска располагался люк достаточно глубокий, в котором не было ни лестниц, никаких глубина, порядка 4-5 метров. То есть просто так не слезть, просто так не залезть. Соответственно, вот именно для таких ситуаций нужно альпинистское оборудование и умение им пользоваться, чтобы проверить в случае чего и подняться наверх, на поверхность, без каких-то особых сложностей. Одним из главных постулатов поиска является безопасность самого поисковика. Поэтому нужно не только выполнить задачу, но и не навредить себе и своему товарищу. Для этого нужно уметь пользоваться всем альпинистским оборудованием – обвязками, карабинами, веревками, жумарами. И готовым надо быть ко всему. Собака – лучший сыщик. Стоит ей учуять запах человека, и она приведет отряд к пропавшему. У ивановских спасателей есть четвероногий помощник. Ее зовут Тера. По собачьим меркам, эта немецкая овчарка – еще щенок. Но на ее счету уже несколько спасенных жизней. У нас был поиск Маши Пензиной. То есть я не скажу, что именно она нашла. Но нашла вся поисковая группа. Ну как бы я увидела, что собака уже человека почувствовала. Я сообщила, то есть мы крикнули. Наша потеряшка откликнулась. То есть все бросились к ней на помощь. Нику в отряде называют дочкой. Она самая молодая среди спасателей. Ей всего 18. Большую часть дня девушка тренирует свою собаку. Натаскивает ее на поиск людей. Свою жизнь Ника связала с профессией кинолога. Я закапываю статиста. Якобы он у нас потерялся. Почувствовать запах пропавшего сквозь снег даже для самой тренированной собаки очень сложно. Обширные просторы снега. То есть чтоб не позаниматься. Мало ли, какие ситуации могут быть. Теру невозможно провести. Она за несколько секунд находит закопанного в снег статиста. Раздается победный лай. Так в реальных условиях она дает знать, что цель обнаружена. Человек! Несколько лет назад Ника встретилась с плохой компанией. И неизвестно, как сложилась бы судьба девушки, если бы не Тера и Лиза Алерт. Тера всегда готова спасать. Как только видит открытый багажник, сразу понимает. Это команда. Пора ехать. Люди в беде. На реальных поисках координатор отряда делит спасателей на несколько групп. С помощью карты и компасов каждая прочесывает свой участок леса. Для связи друг с другом рации. Позывной леса при поисках в чаще. Лось для городских ландшафтов. Когда идет речь о том, чтобы спасать человека, все внутренние какие-то конфликты отбрасываются. Мы работаем как единый коллектив. И уже координатор руководит поисками. Все должны ему подчиняться. Иначе просто нельзя. Для волонтеров Лиза Алерт важно, чтобы информация о пропавшем поступила вовремя. Уже подписан договор о сотрудничестве с МЧС. Готовится проект соглашения со Следственным комитетом и полицией. Все службы должны работать сообща, чтобы найти пропавшего живым. Мы не можем помешать право-ракладительным органам, потому что мы помогаем им в поиске. То есть, если брать так, то, ну вот, допустим, потерялся ребенок. В ПДН передали информацию. У них там один инспектор. То есть, он, естественно, не справится. И мы ему помогаем. То есть, мы собираем всю информацию. Нас больше. Мы можем это сделать в кратчайшие сроки. На счету волонтеров Лиза Алерт 48 спасательных операций. Выезды в разные города, совместные учения с профессиональными спасателями. 39 человек удалось найти. Еще 9 так и остаются пропавшими без вести. В современном мире с его безразличием и равнодушием удивительно, что есть люди, которые, услышав о чужой беде, забывают о своих проблемах и по звонку отправляются на помощь. Для спасателей Лиза Алерт нет праздников и выходных. Для них поиск продолжается всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok